14 января, впервые за многие годы, Киото засыпало снегом. Конечно, это не российский снег, но вы видите, что еще остались какие-то кусочки не растаявшего снега. Но самое необычное, что на фоне этого снега цветет и пахнет, совершенно потрясающе пахнет, химонантус или зимоцвет. Китайское растение, широко культируемое в Японии, потому что цветет он начиная как раз с середины января. Цветки очень пахучие и в Китае издавна использовались для ароматизации постельного белья, примерно как лаванда используется в англоязычных странах. И кроме этого, в общем-то, никаких особенных применений нет. Тяжелое выращивание растения. Примерно только на 15-й год начинают появляться цветки. Но растение очень и очень интересное. Полупрозрачные лепестки, очень пахучие цветки. И к лету будут довольно странные бесформенные плоды, немножко похожие на плоды шиповника. Называется еще раз он зимоцвет или химонантус и относится к семейству каликантовых. Очень странная, старинная, древняя группа цветковых растений. Некоторые из них могут вот таким образом зимой среди снега давать цветки. Рассчитывая, видимо, на одиночных опылителей, которые нет-нет, да и появятся в теплые часы дня. Еще раз, это зимоцвет или химонантус, химонантус прекокс, зимоцвет ранний, в Ботаническом саду Киота в зимний день, редкий зимний день, 14 января. Большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok